Андрей Евгеньевич, видите, нас заставляют теперь заниматься арабо-израильским конфликтом. Это очень хорошо с точки зрения продвижения интересов Казахстана через этих людей, через их аппарат. Все ученые между собой взаимодействуют. И они постоянно говорили о том, что не нужно расшатывать атомную лодку. Фактически они создают очень прямую угрозу натовскому любому флоту. Мое мнение, что если будет создано государство Палестина независимое, очень многие проблемы и конфликты в этом мире решатся. Здравствуйте, друзья! Сегодня очень интересный подкаст мы записываем. Ко мне в гости захотели прийти эксперт Рустем Салимович Курмангужин и политолог Андрей Евгеньевич Чеботарёв. Вы знаете, для меня это было очень удивительно, потому что мы знаем, что на самом деле международной журналистики в Казахстане практически не существует. В этом я увидела очень хороший знак, что возможно возрождение международной журналистики в Казахстане, если вдруг появятся вот такие публичные дискуссии с экспертами, политологами, и мы, наконец, начнём обсуждать, куда мы идём, с кем мы идём и зачем куда-то мы идём. Поэтому вот тема нашего сегодняшнего подкаста — «Внешняя политика Казахстана». Добро пожаловать, дорогие гости! Пейте, пожалуйста, чай и начнём нашу беседу. Прежде всего, мне хотелось бы напомнить всем нашим зрителям, что мы перед началом нового политического сезона. И в начале сентября мы ожидаем обращения президента к народу. Так всё-таки, о чём же оно будет и чего мы ожидаем от него? Андрей, ваше мнение? Ну, в основном, конечно, послание президента, оно будет носить экономический характер. Но единственное такое большое событие, которое предстоит этой осенью, которое носит не только экономический, но и внешний политический оттенок, это, конечно, проведение референдума по вопросу строительства атомной электростанции. И мы уже видим, как бьются копья в соцсетях, в СМИ. И не только по поводу того, нужна нам электростанция или не нужна, с точки зрения экономики, экологии и так далее, но и с точки зрения международных отношений. Потому что там есть конкуренция, скажем так, потенциальных поставщиков, среди которых есть и Росатом, есть компании Франции, Южная Корея, каким-то образом оттуда выпала Япония. И об этом все теперь говорят. Китай еще, Китай. Да, Китай. Китай уже ушла. Китай есть, который тоже поставил там хорошие предложения. И теперь мы видим, что чуть ли не называют этот проект российским. Хотя еще, во-первых, само решение не принято, строить или не строить, потому что это решит референдум. Во-вторых, даже если референдум пройдет под знаком в пользу строительства, никто не говорит, что это люди проголосовали, допустим, за привлечение Росатома. А может, это будет консорциум подрядчиков. Но копии ломаются вовсю. И это так или иначе критически отражается на, по крайней мере, пока информационной повестке. Но, естественно, задевает и внешнеполитическую тему. И вот здесь, кстати, хочу отметить вышедшую летом этого года статью нашего госсоветника Ирлана Карина. Хотя она посвящена вопросам идеологии там больше в основном. Но вот он отметил среди таких вот тем, которые надо все-таки как-то контролировать, регулировать, именно внешнеполитическую, хотя он сам не связан с внешнеполитикой. Но он правильно говорит, что когда начинают непрофессионалы, а особенно потенциальные, скажем так, провокаторы, эту тему запускать, что навязывать не только обществу, но и государству в лице определенных чиновников свои какие-то страхи, стереотипы, негативы и так далее, это тоже критически отражается. Я, конечно, за свободу слова, за свободу суждений, но надо понимать, что надо говорить так, чтобы не навредить. Я абсолютно с вами согласна. Но и хотела бы добавить к тому, что вы сказали, что мы сейчас, вот моя компания, наша компания CESAR Films, мы снимаем как раз документальный фильм «Мирный атом Казахстана», рабочее название. И с февраля месяца мы уже взяли интервью, у нас уже записано где-то около 15 часов интервью с экспертами различными, именно экспертами, специалистами. Мы намеренно не стали встречаться и брать интервью у каких-либо чиновников. Мы разговаривали только с физиками-ядерщиками, со специалистами в области ядерной атомной безопасности и проехали по очень многим местам. Мы были в Ахтау на МЭК, мы съездили на Балхаш, в село Улькен, посмотрели на потенциальную площадку и увидели там просто невероятную подстанцию уже готовую. И, в общем-то, 80% вот этого места готово уже с 80-х годов, потому что три раза уже предлагались документы, в общем-то, нашему предыдущему президенту уложились на стол. Но по каким-то причинам он их не подписывал. Готовые документы. И эксперты МАГАТЭ приезжали, специалисты со многих стран приезжали и смотрели, сказали, что эта площадка идеальная просто для строительства Улькен. Почему? Потому что это гранитный, оказывается, остров полностью, и никакие ему не грозят землетрясения. Раз. Во-вторых, Балхаш рядом, и уже там сделан пруд, отведён водоём такой для охлаждения работы реактора, но при этом воды очень мало требуется. Я сейчас точно не скажу, запамятовала, 0,01% что ли всего лишь. То есть никакого вреда Балхашу в плане забора воды не будет наноситься. В-третьих, что самое интересное, там удивительно проживает публика. Жители этого посёлка, они приехали туда ещё в 80-м году в надежде, что будет строиться АЭС. Это очень образованные люди. Именно по специальности в атомной отрасли. И они, представляете, с 80-х годов ждут, когда же построят эту атомную электростанцию. Один мужчина даже сказал, мы как жена мужа с войны ждёт. Мы, говорит, также ждём эту атомную электростанцию. И на самом деле место великолепное. И у озера я просто представила, что как можно ещё в плане туристическом развить это место. Плюс ещё, вот, ещё железная дорога уже есть там уже, проложена. Поэтому вот в этом плане, а то, что вы сказали, с кем строить и как строить, я тоже считаю, что это политизированная, абсолютно политизированная тема. Мы побывали не только на Мангышлак и в Улькене. Мы ещё съездили в Восточный Казахстан, посмотрели Ульбинский металлургический завод. Четыре часа у нас было там съёмок в горячих, самых тяжёлых цехах. И также побывали на новом производстве Ульба-ФМ. То есть до этого дня я вот лично не имела представления, что, оказывается, Казахстан уже производит атомные таблетки. Атомные таблетки как топливо для китайских атомных электростанций. То есть мы являемся первой страной в мире по добыче урана. Мы являемся страной, которая умеет уже производить эти таблетки урановые как топливо для атомных электростанций. Но у нас нет у самих атомной электростанции. Это просто нонсенс какой-то. И мы также съездили на атомную электростанцию в Турцию, Аккую. Это просто уникальнейшая стройка века. На ней работают 34 тысячи человек. 80% из них — это турки, местные. Плюс там около 14 тысяч компаний за 10 лет получили заказы. И около 7 миллиардов долларов уже «Росатом» заплатил этим компаниям для того, чтобы они обеспечивали вот эту стройку Аккую. Это просто что-то невероятное. И самое главное, что турки первое время, то есть «Росатом» возил, например, всё железо из России. Представляете, вот всю арматуру они возили из России. Потом турки собрались, собрали своих учёных, своих экспертов и сами придумали. Плюс россияне поделились, видимо, какими-то технологиями. Они сами создали и научились делать вот этот сплав металлический. И сейчас полностью всю металлическую конструкцию, вот этот на стройке производят турецкие компании. Это просто удивительно. Но меня, знаете, вот как человека, который освещает военную тему, больше всего потрясло что? Сама мысль, когда я подумала о том, что эту атомную электростанцию строят потомки тех, кто участвовал в русско-турецких войнах. Вы представляете, и Турция, и Россия подписали стратегию, атомную стратегию по строительству и обслуживанию вот этой атомной электростанции. И Турция собирается ещё строить две или три больших АЭС. И получается, это как минимум на сто лет, эта атомная стратегия. Это о чём нам говорит? О том, что Турция и Россия, иншаллах, как говорится, не будут воевать друг с другом. То есть вот этой вот какой-то вражде, может быть, на бытовом уровне, которая, может быть, существовала даже, как отголосок тех войн, положен конец. И мы своими глазами увидели, как общаются там россияне и турки. То есть они вместе убирают пляжи. Представляете, устраивают субботники и убирают пляжи. Россияне построили там дом престарелых. Если идёшь по улицам этого Мерсина, везде уже названия с русскими, вернее, магазины с русскими названиями и с русскими товарами. Десять тысяч молодых людей, турков, обучились за десять лет в российских вузах и вернулись к себе на родину. Это был раньше, этот посёлок, он называется, о, Господи, Севевкли, по-моему, Севевкли, да, Селевкиды, Селевки, Селевки. В этот посёлок был заброшен. Там жили одни старики. Тут, представляете, стали к ним возвращаться дети и внуки. Плюс ещё сейчас в этом посёлке и вообще в Мерсине самом самые высокие цены на аренду жилья. Вот. Но я очень много так рассказала, да? И плюс... Интересный фильм. Да, это абсолютно... Это было настолько такое открытие для нас. И вчера буквально мы вернулись со съёмок, съездили в Институт ядерной физики, наш, под Алматой, и тоже были потрясены. Сколько... Какие у нас специалисты работают высокого класса? Какая продукция фармакологическая выпускается? Для сельского хозяйства, для медицины, для обеззараживания инструментов, да, хирургических. То есть это атомно вдохновлённые технологии. И они у нас уже развиты. Мы всё это поставляем уже за рубеж. Просто почему-то у нас это не освещается, мы об этом не знаем. И практически получается, атомный реактор у нас действует под Алматой уже столько лет с советских времён. Он действующий. Не было ни одной аварии за всё это время. И люди, не зная этого, продолжают выступать против атомной электростанции, против её строительства. Я думаю, здесь ещё всё-таки сказывается исторический фактор Семипалатского ядерного полигона, как раз очередная годовщина его закрытия. Отмечалось. Но надо понимать, что просто сейчас важно действительно довести до какого-то высокого уровня процесс реабилитации как самого региона, так и людей, которые действительно так или иначе пострадали в своё время. А уже новая промышленность атома, новый вектор атомной промышленности надо развивать с учётом того, что мы всё-таки достигли на сегодняшний день, уже не оборачиваясь на эту историю. История хороша тогда, когда важно понимать, какие уроки можно из неё извлечь. Если мы извлекли правильные уроки, надо двигаться вперёд. И вот ещё добавлю к консорциуму. Мы были поражены, увидев на строительной площадке АКУЮ, увидев генераторы General Electrics, какие-то там информационные системы должна была поставить Германия, но она деньги получила, заморозила их у себя, и эти системы не поставила. И Росатом вынужден был, ну вот, понятное дело, из-за санкций, из-за этих ограничений экономических. И Росатом вынужден был договариваться быстренько, и в итоге то ли Корея, то ли Южная Корея, то ли Китай поставил им эти системы. Понимаете, турбины производятся во Франции и в Канаде, и Китай производит их. То есть, и на самом деле думать, что кто-то будет один строить, одна какая-то компания или одна какая-то страна, это совершенно неверно. Насколько мы поняли, побывав ещё в самом начале, в конце марта, на Атомэкспо в Сочи, мы поняли, что на самом деле в мире атомной энергетики вот этих вот как раз-таки споров никаких не существует. Все учёные между собой взаимодействуют, и они постоянно говорили о том, что не нужно расшатывать атомную лодку. Давайте работать во благо мира, давайте развивать атомную энергетику, которая на настоящий момент является самой доступной, самой дешёвой и самой как бы чистой, экологически чистой, зелёной. Очень интересно. Ну давайте, наверное, мы вернёмся к тому, о чём мы хотели поговорить, несмотря на то, что мы хотим развивать атомную энергетику. Рике, вы как думаете, в общем-то, общая ситуация международная очень турбулентная, очень для простого человека это вообще непонятно, что происходит в этом мире. Вы вот как эксперт, как дипломат, как, в общем-то, ветеран нашего Министерства иностранных дел, обладая таким опытом и багажом, вы как видите эту ситуацию сейчас в мире и чего стоит нам, казахстанцам, ожидать? В принципе, так если в двух словах сказать, да, что совсем всё сложно, совсем всё запутано. Вот участвуя в Москве в Примаковских щенях, я послушал наших коллег, участвовали мы в мероприятиях с центрально-азиатскими коллегами, послушал некоторых западников, я понял, что абсолютно сказать, нет, не то, что общего видения, такой разброс мнений, кто что будет делать, кто о чём думает. К сожалению, у нас вот события на Востоке не то, что непредсказуемы, даже, то есть понятно, что есть заложен определённый сценарий. Кроме сценария есть большое количество интересантов. Понятно, что одна большая страна, многие показывают на Великобритании, она, значит, решила создать очень много проблем по всему миру. Британский след виден на Востоке Европы, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке. К сожалению, американцам очень сложно всё это оккупировать, это почти невозможно. нет единства, скажем так, мне так кажется, в иранском руководстве, потому что вот катастрофы, которые были связаны с вертолётом, это тоже просто так не падают вертолёты, и второй человек вдруг в одночасье не исчезает политически. Да. Прекрасно, что сейчас Зарифи закрепился, это очень умнейший дипломат, он ещё участвовал в 97-м году на Совете УИК, он тогда поддерживал нашу инициативу СМД, и тогда резолюция прошла. Значит, чтобы не растекаясь, я хочу сказать, что всё это, чем всё это закончится, к концу года, прогнозируют, очень трудно, есть упрощённые схемы, что вот придёт Трамп, или придёт Камела Харрис, что-то изменится, собственно, ничего не изменится, от них ничего не зависит, как машина запущена, так она работает. Вот, участвуя вот в учебном процессе, я спросил студентов нархоза, которые по истории Казахстана проходят, я говорю, почему в 25-м году не закончится, не может закончиться событие на востоке Европы? Девочка одна сказала, потому что это годовщина Великой Отечественной войны, Запад не будет преподносить такой подарок, поэтому, скорее всего, всё это очень долго продлиться, и, скорее всего, это закончится только в 26-м году. К сожалению, эксперты, которые есть, анализируют эту ситуацию, достаточно упрощённо всё смотрят, говорят, да, вот сейчас, одни говорят, мы тогда-то закончим, вторые, мы тогда-то закончим, всё идёт к тому, что нам ещё где-то полтора года минимум вот этих ужасных событий будет, плюс это будет переплетаться с какими-то очередными обострениями в других точках мира. Сейчас, фактически, и в любой точке мира может начаться что угодно, любая война, по любому поводу, внутриполитические ситуации тоже сложные. Значит, вот, видя всё это, мы вот, как Казахстан, мы понимаем, что мы не можем повлиять на это, но мы можем, то есть не то, что мы должны, то, что делает наш президент, он активно участвует в медиации. Надо договариваться, надо находить общие точки соприкосновений, события вот этого года, особенно действия, которые вот, это то, что те шаги, которые предприняли или не предприняли наши известные по региону соседей, по субрегиону, меня как-то заставило по-новому взглянуть и на Китай, Иран, Турцию, и я, в общем, далёк от того, что эти страны являются стопроцентными союзниками или могут быть абсолютно союзниками какой-то страны, потому что у всех свои интересы. В странах в этих тоже элиты расколоты, к сожалению. Ну, как и везде. Как и везде, да, но дело в том, что нам вот этот раскол элит в больших странах абсолютно не нужен. Все потому, что думают, что если там все эти элиты расколоты, эта страна впадает в какое-то состояние, от этого будет всем хорошо. Хорошо никому не будет абсолютно. Вот эти надежды на то, что доллар рухнет, но хорошо рухнет доллар, чем мы будем расплативаться? Криптовалюты БРИКС? Нет, ну да, ну да, конечно, да. Кстати, да, очень много по этому поводу каких-то ожиданий, всё. кстати... Ну, в смысле ожиданий. 150 стран из 199, которые входят в ООН, уже поддержали эту систему, а 50 заявили, что готовы отказаться от расчётов доллара. Да, но в данной ситуации это как вот центральная азиатская интеграция. Кто платит за банкет? Кто будет вкладывать большие деньги? Вот вопрос там... Китай? А Китаю это нужно? Сразу вопрос, понимаете? Потому что, судя по действиям китайцев, да, они же везде активно работают, да? Это... То есть, вообще, да, Си Цзиньпинь имеет свой взгляд на всё, он ведёт страну к этому, но кроме него есть и другие там, оказывается, есть и те, кто, вот как Пленум показал, оказывается, есть те, кто и не согласен с, как сказать, с этим путём, который вот предлагает первый человек. Ну да, первый человек, наверное, можно сказать, мира, потому что, судя по тому, что происходит в США, там нельзя назвать ни первого, ни второго, а да, Си Цзиньпинь. Очень хорошо, что наш глава государства выстроил прекрасные отношения с подобными политиками. Они понимают друг друга с полуслова, это видно, действия Китая в отношении нас очень такие открытые. Возможно, традиция эта уходит в далёкие начала 90-х, когда первый президент сказал, что мы откажемся от ядерного оружия и сдержал своё слово. Китайцы были очень благодарны, они сказали, надо же, сдержали слово, а это было по меньшей мере 500 ядерных зарядов против Китая. В Китае тогда хватило и 100, понимаете, чтобы его не было. ещё 400 можно было раскидать по странным странам Азии. И, кстати, вот сейчас я просто пишу статью, анализирую период первого президента, действующего президента, и я смотрю, что другое время, другой период, абсолютно всё, но какие-то моменты, знаете, они зеркально возвращаются опять. Это удивительно, над этим ещё думать надо, это интересно, вот наше экспертное сообщество, вот мы с Гасимом Чеботарёвым с вами тоже встречаемся на разных платформах, беседуем, то есть, в принципе, внешняя политика – это область, где надо очень долго обдумывать, копать, и самое главное, конечно, это прогнозные вещи. Вот с точки зрения, что можно прогнозировать к концу года, конец года будет совсем непростой. Некоторые вещи не хотелось бы озвучивать, так всё-таки Новый год будет, но как-то так, пока это видится без энтузиазма, особенно, скорее всего, обострение будет и на Ближнем Востоке очередной, и на Востоке Европы тоже будет очередной. Дай Бог, может быть, пускай будет спокойненько вот там всё-таки Тайвань, Китай, а в остальных точках там будет напряжение определённое. Андрей, а вы как думаете, всё-таки у нас на Ближнем Востоке сейчас, если мы дистанцировались раньше как-то от этого региона и полагали, что это очень далеко и у нас нет никаких национальных интересов, там же в Сирии, например, я это столько раз слышала за время, пока я освещала сирийский кризис, что это никому не нужно, у нас нет наших национальных интересов там на Ближнем Востоке, то сейчас мы оказались в самом, как попали, да в самую, что не есть горячую точку. Наши казахстанские вооружённые силы находятся в составе миротворческого контингента ООН на голландских высотах, на сирийской территории. И, разумеется, туда практически ежедневно прилетает, потому что Сирия, к сожалению, помимо всех тягот, которые она получила в результате вот этого кризиса, который уже, сколько уже, тринадцатый год уже длится, помимо этого, сейчас Сирия стала территорией обстрелов израильских ракет. И так до этого бомбили тоже, но иранские как бы, да, объекты, как Тель-Авив объяснял, что бомбит стратегические объекты Ирана. Но сейчас-то это каждый день прилетает, и наши ребята там находятся. То есть мы всячески избегали, избегали, избегали этой тематики, и вдруг как? Залетели туда сразу же и встали туда в составе миротворческого контингента. Зачем это было нужно? Почему был сделан этот шаг? Вы как полагаете? Ну, у нас Казахстан, и особенно президент Касымжамар Атакаев, который когда-то сам был заместителем генеральной секретаря ООН, он очень сильно продвигает вот эту повестку сближения с Организацией Объединенных Наций и ее институтами, и в том числе вот его вот эта инициатива создать центр ООН по Центральной Азии и Афганистану очень своевременно. В Алмате же, да? Ну, да. Другое дело, что, конечно, военный фактор, да, пусть участие о миротворческих операциях, но это все равно военный создает определенные риски, но надо понимать, что здесь мы можем, конечно, как-то участвовать, но насколько мы можем влиять, потому что у нас на самом деле вот по пальцам можно сосчитать арабистов профессиональных, и они при этом не дают каких-то вот больших интервью, не дают, там, не пишут монографии, по пальцам можно реально пересчитать, поэтому мы не знаем, что происходит, мы вынуждены изучать ситуацию на Ближнем Востоке сквозь там публикации других экспертов, имеется ввиду, зарубежных, западных, там, восточных, российских и так далее. А так, конечно, ситуация усложнилась, почему? Ну, потому что одно дело, когда мы знали, что это арабо-израильский конфликт, и, в принципе, нас не сильно это волновало, но сейчас этот конфликт становится уже Иран-израильским. А Иран это наш партнер в ШОС, Иран наш партнер там по ряду коммерческих там, экономических проектов, та же железная дорога Казахстан, Туркменистан, по Каспийскому. Мы предлагаем сейчас вот России вот этот маршрут Челябинск-Балашак-Иран, например, да. И хорошо, пока что Иран не вовлечен вот непосредственно в сферу военных действий, но мы видим, что Израиль уже начинает бомбить территорию Ирана, Иран, соответственно, отвечает. Пока через свои так называемые прокси, там, Хизбаллах, Уситы и так далее, со стороны, там, Ливана, Йемена, это один вариант. Но если эта война придет на территорию самого Ирана, ну, мало никому не покажется. Тем более, у нас две страны, наши соседние партнерские, да, они граничат с Ираном, это Азербайджан и Туркменистан. Азербайджан еще только отходит после войны с Арменией, сейчас решается вопрос о мире, где, кстати, мы хорошо содействуем. А вот про Туркменистан мы можем только догадываться, учитывая, что Туркменистан еще граничит с Афганистаном, и там были все время перестрелки то ли с талибами, то ли с игиловцами, непонятно. И если, вот представьте себе, я не говорю, что там война перейдет на территорию, но это могут быть беженцы, элементарно беженцы, которые там, если Израиль каким-то образом вторнется в Иран, беженцы могут побежать вот в том числе и в Азербайджан, в Туркменистан. А 80 миллионов населения, да? Ну, я не могу точно сказать, но я представляю, что это может привести, к чему это может привести. И поэтому, конечно, в наших интересах это как-то, чтобы все это стабилизировалось, но что мы можем сделать? Да, сейчас мы стараемся как-то повлиять на урегулирование конфликта уже, вроде как, уже он урегулируется между Азербайджаном и Арменией. Возможно, даже заинтересуются Киев и Москва, чтобы использовать нашу площадку, да, если захотят, конечно. Но, как вот примирить непримиримое, казалось бы, то есть, вот, сложный исламский мир, да, куда еще вот, там же свои противоречия между Ираном и Саудовской Аравией, там, между Сирией и еще группой арабских государств, сейчас вот говорят, что даже между Ираном и Сирией черная кошка, там, какая-то пробежала, не знаю, я с вами не соглашусь. Ну, я и говорю, что пишут, потом внутри Сирии мы видим конфликт не погашен, курдский фактор, и понятно, что нам вот туда влезать, не имея какой-то вот серьезной базы, особенно научно-аналитической, ну, мне кажется, преждевременно, я имею в виду попытка что-то там урегулировать. все, что мы можем сделать, это, ну, условно говоря, как-то не допустить, чтобы наши граждане вовлекались в этот процесс, и в том числе вывести всех, кто вот участвовал вот в сирийском конфликте на стороне ИГИЛ и прочих... Да, я добавлю несколько слов, так, Андрей Венич, тут кинул камешек в огород арабистов, да? Рустам Салимович, я понимаю, что вы арабист, но вы на эту тему, когда я к вам присылаю корреспондента, старайтесь не отвечать, а не знать, не знать куда. Ну, в общем, ладно, я беру на себя повышенные обязательства, да, тем более я съездил, значит, так сказать, за пределы Казахстана, пообщался с коллегами, они мне открытым образом сказали, мы, конечно, понимаем, что там где-то там в облаках витаешь, там где-то еще, говорят, может быть, будем возвращаться на землю, давай, все-таки ты займись опять, вернись в регион. Какая-то, в принципе, смысл в этом есть, дело в том, что в советское время я проходил практику в Советском комитете стрелядарной стороны Африки и Азии и фактически перезнакомился с руководством всех палестинских фронтов, и когда там что-то происходит, я смотрю, да, а, это этот, а, это Сентават, то есть фактаж знаю, да, можно вернуться к этой теме, наверное, все-таки, я думаю, нам нужно будет экспертом казахстанским поглубже посмотреть, эксперты российские работают, американские работают, все, ну, знаете, как получается, что эксперты, как бы, что-то говорят, смотрят, а воссыны не там, то есть понятно, что вопрос создания палестинского государства, это не то, что болезненно, это вот вопрос, там, как вечный двигатель, он создадут его или нет, так же и палестинское государство, потому что, вот я участвовал в переговорах, когда еще работал в МИДе, и спросил директора департамента Палестины МИДа Израиля, я говорю, коллега, говорю, кому-нибудь нужно решение палестинского вопроса? А он говорит, никому не нужно. Я говорю, хотя нет, говорит, мне нужно, хотя нет, мне тоже не нужно, если решится палестинский вопрос, я лишусь тогда должности директора департамента Палестины в МИДе. Такое впечатление, да, ну, может, я говорю, какую-то крамолу, но я выражаю, по свою точку зрения, это абсолютно, и палестинцам не нужно, и излитянам не нужно решение палестинского вопроса. Ну, я с вами не соглашусь. Да, ну, я с вами не соглашусь, потому что такое количество жертв этого конфликта, извините, 40 тысяч людей погибло уже под бомбежками, а журнал, очень авторитетный, кстати, журнал «Ланцет», он даже опубликовал где-то вот месяца два назад такие цифры, что, возможно, там гораздо больше, потому что никто не считает тех, кто остался под руинами, и там, может быть, около 150 тысяч человек, которые еще под руинами, ну, вы понимаете, и как можно... Нет, нет, дело в том, что я не говорю о погибших, я не говорю о войне, о том, что политики не заинтересованы вообще в решении, потому что все получают свою выгоду. Израиль получает громадные дотации, вот эту систему купола, они стреляют, выделяется громадное количество ракет, денег. Палестинцы тоже получают, дай бог... Я не такой пессимист, как вы. Нет, нет, я делаю в том, что... Но я все-таки хотела бы с вами тут поспорить. ну, хорошо, давайте. Потому что я считаю, что если не разрешить вот этот палестино-израильский конфликт, если не разрубить этот Гордиев узел, то все конфликты будут на земле продолжаться. Я, кстати, неоднократно об этом и писала, и говорила и в интервью, и в своих статьях, что на самом деле все современные конфликты берут начало именно в этом конфликте. Потому что каждый лидер любой страны, когда он начинает конфликт с какой-то... с соседями, он тут же у себя в голове, может быть, даже в подсознании держит. А почему? Израилю можно, а мне нельзя. То есть, вы понимаете, вся несправедливость этого мира, всех конфликтов, которые происходят в настоящее время, заложены именно там, почему одним можно. Не важно, что это евреи, не евреи, сионисты, не сионисты, палестинцы, не палестинцы, просто сам факт, что кому-то можно, а кому-то нельзя. То есть, это цифры ООН, я сейчас привожу. Их можно найти на сайте Комитета по правам человека ООН. Специально специалисты, работники этого комитета опубликовали цифры к двухлетию российско-украинского конфликта на своем сайте. Сейчас, не хочу просто ошибиться, 10 тысяч мирного населения за два года конфликта погибли человек, погибли на Украине. 10 тысяч. 19 тысяч ранены. И президент России, Путин, тут же там, в течение двух месяцев, объявлен Международным уголовным судом военным преступником. За 10 месяцев войны в Газе уже погибло. 40 тысяч человек или больше. С каждым днем эти цифры увеличиваются. Количество раненых, я даже уже не припомню, 79, по-моему, я последний, если видела. И то эти цифры еще не точные. Они-то не я, вот так, как бы, обходятся все это. Как же так? А где справедливость? Справедливость. Ради интереса, давайте вспомним конфликт Мьянма, еще там убивали, там миллионами убивали, и мир тихо, спокойно сидел и слушал. Почему? Потому что это далеко, это неинтересно. А после, когда британцы ушли из Индии, они оставили вот это Индопакистан, боже, они там режут друг друга, это же там постоянно идет. При этом тишина полная, это неинтересно, это неинтересно с точки зрения новостных вещей. А Ближний Восток это интересно, это нефть, это вот израильское лобби страшное, в Америке, где-то еще. Левиафан, да? Да, месторождение Левиафан, чуть ли не там все, извините, но это точка такая. Раньше это, конечно, был центр мир, но сейчас центр мир не там, центр мир вообще в Евразии. Они должны сидеть и смотреть, что происходит у нас, потому что все тектонические изменения, что происходит, ну, смотрите, вот события Восток Европы, Ближний Восток, уйдем в Тайвань, вот этот треугольник, где у вас, вот он, треугольник, посмотрите, мы его построим, да, он проходит через нашу Евразию, то есть получается мы вообще в центре всего кругом. Вы немножко сами себе противоречите, потому что до этого вы сказали, от нас ничего не зависит, мы ничего не можем поделать, а при этом вы говорите, что мы центр всего-всего мира, но если мы центр всего мира, и вот как Андрей правильно сказал, что мы используем свои, и президент наш работает, как медиатор, и миротворческие усилия прилагает, и если у нас есть уже готовая площадка, почему-то вы вот как-то подзабыли немножко, про площадку Астанинского процесса. Ну давайте, я продолжу немножко не про площадку Астанинского процесса, давайте все-таки более перспективной выглядит площадка, которую мы сейчас создаем с господином Батаревым, экспертная площадка, у нас она создана, вы участвуете, мы кое-что выдаем, как я понял, читают это не только министром страны, наверное, до президента тоже дошло, неплохие бумаги, наверное, в конце года мы что-то еще родим такое, здесь имеется в виду, что мы в центре чего, мы вот в этом треугольнике, да, в общем, геополитическом фактически находимся, и, но мы должны, мы сильны, чем? Мы можем быть сильны своим вот этим потенциалом, так называемый известный потенциал, это намадов, то есть, мы можем посмотреть за горизонт, это никто не может делать, это может люди, посмотреть только люди, живущие на... А как же китайцы, у которых стратегия на тысячу лет? Нет, у них стратегия на тысячу лет, но китайцы живут очень, как сказать, здесь совсем разная эта психология человека, человек, вот вы выходите все, посмотрели туда, посмотрели сюда, да, и вы начинаете думать, а что там за этим, а что, кто там идет, и что будет, и вот, то есть, вот мы намады, да, вот мы кочевники, вот особый такая, вот такая вот, как сказать, особый такой тип народов, людей живущих на пространстве, мы можем что-то предсказать, мало того, у нас инициативы, что Евразийский союз, СМДА, что СМИР, традиционных религий, конечно, да, это какие-то повторы, что-то, чего-то, но мы же выше с ними, то есть, никакая любая страна за последние 30 лет не может похвалиться подобной инициативой. Хорошо, почему не может площадка экспертного совета, который вы создаете, вы с Андреем Чеботаревым, существовать параллельно с площадкой по миротворчеству, по образцу астанинского процесса. Ведь если мы рассмотрим астанинский процесс, он тоже уникален. Извините, это впервые вопрос ближневосточного примирения решался как раз-таки в центре Евразии, а не в традиционных столицах, там, в Риме, в Париже, или в Лондоне, или в Каире. Впервые в центре Евразии решался вопрос, и он решился на самом деле в какой-то мере, в каком плане? Именно в том он очень созвучен, мне кажется, нашей политике миротворчества, потому что активные боевые действия прекратились благодаря астанинскому процессу, причем решение было принято в первый же год проведения этих переговоров, благодаря подписанию соглашения о создании зон деэскалации вооруженного конфликта. Это раз. Второе, вы посмотрите, на этой площадке собрались суннитская Турция, шиитский Иран, и они на этой площадке развили свое сотрудничество. Вы посмотрите, это же просто удивительно. Россия, помирились с Турцией. На тот момент был конфликт между Россией и Турцией, и, в общем-то, большие усилия приложил наш тогдашний посол, Женси Тюмибаев, и наш президент. Помирили же мы Турцию. Об этом все открыто говорят, они то же самое. Понимаете? Мне интересно, что Турция заплатила все-таки. Потому что, когда убили Грибоедова, иранцы в итоге подарили России очень большой драгоценный камень. А что турки, как они рассчитали за гибель посла Карпова, я не знаю. Но Россия эти дела не забывает. Так что туркам надо будет очень где-то какой-то большой-большой-большой драгоценный камень наверное передать. Я думаю, что наверное в общем-то вот я как по традициям Востока за убийство надо платить. Это надо платить. Но я например вижу это в том, что все-таки сотрудничество между Россией и Турцией оно все-таки развивается и развивается не в худшую сторону. Взять строительство той же атомной электростанции, взять сотрудничество да даже на Арбате посмотрите на Арбате сколько ресторанов турецких да но тут смотрите здесь такая вещь выгода здесь большим выгодополучателем пока является Турция потому что ей за спасибо строят электростанцию почему за спасибо Россия владеет этой электростанцией это их электростанция они уже на росте цен уже выигрывают была одна цена заложена сейчас уже цены поднялись и понятно что они получат за спасибо это ну нет не за спасибо я еще раз говорю все-таки Турция это страна это Османская империя она всегда славилась очень прекрасными ходами конституционная дипломатия это еще традиции Востока прекрасно получаем кредиты из международного валютного фонда прикрываем все дыры в экономике Россия нам строит это Турция говорит давайте создавать Туран значит за за чьи деньги за деньги казахов что ли за Казахстан мы должны платить за этот проект Туран который на самом деле вообще это иранский проект да в общем очень сложные все эти вещи да но при этом сейчас если мы возьмем вернемся опять к ситуации на Ближнем Востоке которая действительно как Андрей сказал очень напряженная и может перерасти в большую региональную войну сейчас там находятся две группировки ну да военно-морского флота то есть США и Турции США декларируют что они будут защищать Израиль а Турция в это время заявляет что будет защищать Ливан кстати не забудем что вы понимаете насколько это уникальная ситуация что два члена НАТО находятся в одном в одних водах и собираются защищать противоборствующие стороны это же тоже уникально и при этом да 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 там интересно что еще дело в том что в Тартусе стоит военно-морская база строится России да там стоит один комплекс С-400 еще один С-400 тоже подаренный якобы сирийцем но там оператор российский но при этом еще и в Иран поставила Россия есть еще какой-то комплекс это самый надводный там фактически вот эти три эти комплекса да фактически они создают очень прямую угрозу любому флоту они могут зайти на пять минут и выйти но стоять постоянно там они не могут потому что находятся в пределах досягающихся вот этих ракет которые там ну хорошо там операторы другие сидят но теоретически-то ядерные вот это то есть не ядерный вот этот зонтик он закрывает вот восточные среди земноморья шли какие-то разговоры Египту поставить но слава богу не то что слава богу это не реализовало слава богу для американцев а тут еще еще и с Египта бы они контролировали понимаете то есть вообще такое впечатление что вот все решают играет на повышение ставки вот напряженность в этом соглашусь и самое интересное все строят почему-то дом каждый вот вот этот общий домик каждый что-то вставит ставит это как вот эта игра когда вот положишь кирпичики потом по одному кирпичику вытаскиваешь обрушится дом или нет здесь какая-то вообще странная игра все вот создают создают проблемы и каждый почему-то думает каждый вот из этих акторов что все это обрушится не на него лично на его страну ну это просто дележ мне кажется да Андрей передел мира и в этом поэтому правила не существуют поэтому и каждый пытается как больше урвать как можно больше да да и в экспертном сообществе вообще вот каждый говорит про свое понимаете это и посмотришь послушаешь но это уже ужас там американские эксперты говорят там китайские ну понятно китайские построились говорят что-то делают по-другому иранские эксперты то есть эксперты сейчас в общем все прям знаете устроили такие танцы ну может быть эти эксперты нас и привели к этому состоянию в котором сейчас мир находится да нет политики привели наверное эксперты ну как всегда виноваты эксперты но политикам то советуют эксперты а ну да в принципе да Андрей а вы что думаете может ли повлиять Казахстан каким-то образом кто мы есть мы центр вселенной давайте вот как раз вернемся теперь к нам с Ближнего Востока рассмотрим вот промежуточные итоги года они достаточно на мой взгляд очень хорошие чем хороши мы блестяще я считаю провели астанинский самим шанхайской организации сотрудничества плюс там еще вот это ШОС плюс не только собственно ШОС достаточно хорошо прошел центрально-азиатский саммит или как его называют консультативная встреча единственное немножко скажем так ну смазало то что не приехал премьер-министр Японии потому что предполагал что пройдут скажем так два саммита еще и центральная Азия плюс Япония но в принципе уже то что прошел саммит центрально-азиатский с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева говорит о том что мы стоим на пороге создания нового формата центральная Азия плюс Азербайджан потому что все-таки и по тюркским линиям и по экономическим политическим и так далее Азербайджан как бы больше втянут в центрально-азиатскую повестку чем кто-то другой япония она на мой взгляд я не знаю какие действительно причины землетрясения внутри политический кризис кто-то говорит что-то обида в связи с тем что не включили японскую компанию в шорт-лист по атомной электростанции нашей но на мой взгляд теряет Япония потому что чем дальше она от центральной Азии тем больше здесь будет Китая с которым она так или иначе конкурирует видит соперника и так далее но я надеюсь что если нет от премьер но может следующий если произойдет смена кабинета министров Японии все-таки приедет в центральную Азию хотелось бы чтобы все-таки у нас раз мы уже заявили что Астанинский все-таки это саммит хотелось бы чтобы у нас даже если у соседей конечно тоже хорошо но лучше у нас вот интересно будет а ну вот хочу сказать что в принципе центрально-азиатская встреча она сейчас создает хорошее основание для проведения саммита организации Тюркских государств опять же в Астане потому что в принципе большинство тех же самых участников и та же самая примерно повестка но только с участием Эрдогана и вот кстати Эрдоган как раз может и затронуть сейчас вот на Астанинском саммите ОТГ вот эти ближневосточные вопросы и здесь нам самое главное сохранить вот свою вот эту миссию медиатора дипломата чтобы не вовлечься там в какие-то скажем так турецкие игры а предложить свою собственную более миротворческую повестку может быть даже следует возобновить Астанинский процесс до проведения этого саммита ну либо как-то заявить на этом саммите что мы готовы возобновить Астанинский процесс по Сирии а вот самое интересное как мы сейчас будем проводить саммит организацию договора коллективной безопасности завершая наше председательство почему потому что мы видим что Армения с прошлого года бойкотирует ОДКБ и если допустим Никол Пашинян скорее всего не будет участвовать в саммите ОДКБ но хотелось бы по крайней мере видеть их президента который по конституции Хачатурян глава государства но если и он не будет участвовать в этом саммите ОДКБ Астанинском ну это считайте это скажем так плевок условно говоря не только в ОДКБ но и в нас как организатора саммита завершающего председательства страны но я думаю все таки Армения заинтересована в нас почему потому что у них свой саммит саммиты Евразийского экономического союза где Армения председательствует и мне хочется чтобы мы тоже стали в позу мы конечно не встанем в позу потому что мы активно участвуем в ЕАЭС вот кстати про ЕАЭС сейчас ЕАЭС вступает в новый свой уровень потому что со следующего года заработают рынок нефти рынок газа и финансовый рынок кстати финансовый регулятор должен быть образован действовать здесь в городе Алматы насколько мы готовы пока трудно сказать но уже хорошо то что удивительное дело такого не было в период президента Назарбайма три наших государственных деятеля это Манголита Смагамбеда Бакаджан Сагентаев теперь вот Нурлан Ермегбаев еще Карата Сарбайм не забудьте СВМДА но я имею ввиду те организации которые являются не форумами а именно организациями со всеми структурами подразделениями СВМДА пока только форум еще пока мы не дошли до этого но вот три такие мощные организации где мы участвуем с момента их учреждения еще и учредители надо напомнить тем кто говорит что нам надо выходить как будто мы гости а мы не гости мы учредители имеем полное держатели контроля и вот благодаря этому вот три наших государственных деятеля можно по-разному к ним относиться за их прошлое там действия там на разных постав в Казахстане но факт остается фактом они сейчас возглавляют Ермик Баев вот с 2025 года Тас Магомбетов и Сагентаев вот уже вот эти три организации ШОС УДКБ и вот ЕАЭС то есть ну Евразийско-экономическая комиссия если говорить Сагентаев но это очень хорошо с точки зрения вот продвижения интересов Казахстана через этих людей через их аппарат и так далее экспертов которые они привлекают и мы тоже стараемся вот вливаться в эти экспертные обсуждения там по ряду вопросов главное чтобы они с нами тоже работали эти люди которые наши соотечественники сидят там и но уже хорошее начало положено с УДКБ был вот круглый стол в Алматы летом этого года по их инициативе с нашим участием много было сказано интересного есть публикации соответствующие надеюсь что и в ШОС пока молчит Евразийская экономическая комиссия по непонятным причинам именно экономисты нужны а не политологи ну посмотрим как может дойдем и до них но это хороший показатель что Казахстан действительно продвинул свои позиции и сейчас главное не сломаться на каких-то вот таких вещах которые нам навязывают как извне некоторые горячие головы да потому что есть в России такие которые начинают копаться там каких-то исторических вещах тем более территориально когда мы все территориальные вопросы решили или какие-то западные люди которые эксперты которые там начинают что-то тоже свои какие-то схемы на нас проецировать ну и говорю про тех людей которые создают либо из дилетантизма либо из каких-то политических соображений негатив уже у нас либо финансовых соображений собра сограждан может даже финансовых поэтому сейчас мы на хорошем вот находимся позиции главное двигаться вперед и мы уже неоднократно про это говорим надо все-таки нам пересмотреть не только концепцию внешней политики но и свои национальные интересы чтобы они были четко у нас обозначены прописаны вот у нас есть стратегия национальной безопасности почему-то у нас закрытый документ США публикуют Россия публикует Франция публикует закрытый документ я понимаю есть закрытая часть есть открытая хотя бы давайте открытую часть где четко обозначены вот наши национальные интересы 1 2 3 4 сколько Да, кстати, вот тут сразу возникла очень такая идея, но она уже мы, господин Чебатарёй, обсуждали. Почему бы этим трём государственным деятелям, возглавляющим международной организацией, не провести, допустим, в Астане вряд ли, но давайте где-нибудь в Кокчетаве встречу. Может, здесь, на нашей площадке. А, на нашей площадке. В нашей студии. А, в вашей студии, да. Подкаст. В Ускаменногорске, вот, восточно-казахстанская область, которая гарантирует Российский. Подождите, пускай, да, действительно, пускай организуют, пускай поедут в Ускаменногорск. Поделятся опытом работы. Тем более, Аким – это бывший посол Казахстана в России. Сам он с этой инициативой не будет выходить, ему там, наверное, своих вопросов хватает. Но, в принципе, а почему бы этим трем людям, вот, как бы так сказать… Хорошая идея. …не встретиться, мы вот с Чеботарёвым берём на себя обязательство даже подкинуть вам какую-то идею новенькую туда. И вы вот с этой идеей скажете, вот у нас новая идея родилась в экспертном сообществе. Потому что уникальный случай – обыграть надо. Просто если не обыграть этот момент, то тогда, собственно, зачем заниматься дипломатией? Прекрасно можно же обыграть, да? Можно? Я тогда добавлю тоже свою прекрасную идею. И хотела поправить вас, извините, Андрей, но я всё-таки вас поправлю. Дело в том, что не возобновление астанинского процесса, а продолжение. Было действительно в прошлом году, что МИД сделал очень странное заявление, не согласовав его со странными гарантами, что пора астанинский процесс прекращать. При этом, мягко сказать так, это заявление было встречено с большим недоумением, это мягко ещё сказано, странными гарантами, представителями, главами делегации. Я сама присутствовала при этом. И, конечно, больше всего мне вот, я бы вспомнила реакцию одной из наших журналисток, которая задала вопрос главе российской делегации, так разочарована, так печально она спросила, так что, получается, Казахстану никогда не стать второй Швейцарией в плане площадки для мирных переговоров, знаете? И мне кажется, что не нужно ставить крест на астанинском процессе, и ни в коем случае не надо относиться к нему так, как вы говорите, там, астанинский процесс, ладно. Раз, события на Ближнем Востоке настолько важны сейчас, от них зависит, в общем-то, будущее мира в какой-то мере, потому что, я думаю, что события, как вы сказали, на Востоке Европы, то есть в Украине, эти два конфликта очень взаимосвязаны. Почему? Потому что оба эти конфликта финансируются Соединёнными Штатами Америки. Давайте говорить откровенно. Ну и не только, там британцы тоже. Ну хорошо, британцы, Западом. Хорошо, будем говорить коллективный Запад. Коллективный Запад поддерживает режим в Киеве, коллективный Запад поддерживает режим Нитанияху в Израиле. И если прекратятся поставки оружия, финансирование и эта поддержка, эти оба конфликты могут быть закончены просто в один день, ну, по крайней мере, в один месяц. Это стопроцентно. И поэтому, на мой взгляд, я думаю, что всё-таки, если Трамп выиграет и, как он обещает, прекратит, остановит войну на Украине, то, разумеется, будет эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке. И в этом случае, ну это опять-таки моё личное мнение, я считаю, мы должны очень активную позицию проявить, поскольку там находятся наши ребята, наши военнослужащие в составе миротворческого контингента. Мы именно в рамках астанинского процесса мы можем сделать очень, наверное, такое заявление, как, как вы сказали, как центр мира. Нет, знаете, мне здесь больше нравится. Астанинский процесс, вообще-то, начался диалог между Казахстаном и Центральной Азией, и Европой. Это астанинский процесс тогда получил название. Астана, это, конечно, хорошо, это столица Казахстана. Мы живём в Алматы. Эксперты в основном живут у нас в Алматы. Ну, сейчас мы будем ещё делиться на Алмату и Астану. Подождите, давайте всё-таки мы запустим алматинский процесс глобальный. А, алматинский процесс, я вот писала уже несколько раз, несколько записок, что в Алмате можно было бы проводить заседание Конституционного совета сирийского. Это очень интересная вещь, она происходит под эгидой ООН. Нет, можно взять ещё выше. Понимаете, вот у меня такая есть несбыточная мечта. Я вот постоянно говорю, все улыбаются, я говорю, была Вершальская, Вашингтонская Вершальская система. Да, это после Первого мира. Потом Ялтинская, Подзамская, Ялтинская. Всё восточнее и восточнее. А давайте сделаем, как только вот всё закончится, ну, в основном мы закончим войны в мире, если они, конечно, когда закончат. Будет такой, ну, не Астаницко-Алматинский. Нет, зачем Второй Ялт? Это Алматинский, Алматинская система международных отношений, где всем придётся, в конце концов, согласиться, помириться. Я это постоянно говорю на разных площадках. Преподаватели наши известные здесь в Алматы постоянно улыбаются. Я говорю, ну, хорошо, окей. Они говорят, слушай, ты такой мечтатель. Я говорю, а почему мечтатель? Надо это двигать. Поэтому гораздо теплее, если всё-таки это будет алматинский процесс глобальный. Как алматинка я совершенно не против, потому что это опять приток интерес к Алмате, приток туристов, приток каких-то инвестиций. Правда, пробки станут ещё хуже, да, если тут проводить. Я совершенно не против, но я считаю, что если это будет конференция алматинская, то астанинский процесс, он как пазл, как кирпичик, вот в это, как бы, как инструмент, как один из, как сказать, одна из составляющих тоже может быть. Почему? Вы почему-то не хотите, может быть, из-за того, что действительно у нас мало арабистов, или те, кто знает что-то, не хотят ничего говорить и молчат, или тоже забыли про этот регион. Давайте не будем забывать, что Сирия вернулась в лаг. Ну да. Лигуарабские государства. Это первое. Второе, что и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты открыли уже посольство в этой стране, между прочим. И там активно пытаются восстанавливать Сирию, ну, через задние двери хорошо, эти инвестиции все-таки идут. Мне нравится, как Ахмарал на меня смотрит, все это говорит, давя на мою такую больную точку, потому что я три года проработал в Сирии переводчиком, вообще мечтаю когда-то вернуться в эту страну, просто приехать прекрасные там люди, памятники старины. И наши два, между прочим, две наши ценности исторические. Да-да-да. Мавзолей Султана Бибарса и центр Альфа-Раби там находится. Да-да-да. И при этом вот это наше невнимание к этой стране, мне кажется, вообще просто очень-очень-очень странным, непонятным, потому что именно эти две исторические личности, которые так любят сейчас об истории говорить казахи и возвеличивать свою роль, но при этом именно роль этих исторических личностей в том, что они продлевают вглубь истории, историю тюрков, хорошо, не казахов даже. Намадов. Намадов и тюрков. Тюрков, да. Нет, ну, скажем так. Нет, евразийцев. Евразийцев, да, именно. Это совершенно, здесь тоже с вами соглашусь, потому что Альфа-Раби – это личность мирового масштаба, да. И при этом вот вернусь к конституционному, заседанию Конституционного совета. Раньше он проходил в Швейцарии. Но поскольку Швейцария утратила свой нейтральный статус и приняла сторону в российско-украинском конфликте, страны-гаранты Астанинского процесса отказались принимать участие в заседаниях Конституционного совета в Женеве. Ну, соответственно, почему бы нам сначала не перетащить эту площадку для заседания Конституционного совета в Алма-Ату, нашу любимую, раз вы уж так решили так кардинально делить Астану и Алма-Ату, да. Почему бы не проводить здесь заседание Конституционного совета? ООН проходит как раз-таки под эгидой ООН. Здесь у нас уже открыто представительство ООН по Афганистану. Почему бы не соединить эти два вектора в том числе? Потому что не будем забывать, что полевых командиров ИГИЛ, между прочим, перед тем, как бомбить Раку, и Соединенные Штаты на вертолетах перевозили в Турцию, а из Турции потом на север Афганистана. Это уже общеизвестный факт. Этот вопрос поднимался даже в тогдашнем парламенте Афганистана. Почему? Кого перевозят и зачем? И то есть Конституционный совет, если будет проходить опять-таки на нашей пусть казахстанской миротворческой площадке, объединим, скажем, не будем делить Астану и Алма-Ату, если это будет происходить в Казахстане. Попытка завершить астанинский процесс в прошлом году этим заявлением МИД, была ли это частная инициатива личная, там, чиновников, либо что, не будем вдаваться в эти подробности, астанинский процесс возобновился в феврале прошлого года и было сказано в итоговом заявлении на пленарном заседании, что обязательно будет проведено в этом году еще одно заседание, и оно явно назрело сейчас. В связи с событиями эскалации на Ближнем Востоке явно это заседание, еще одно, следующий раунд должен быть проведен. Так в рамках, вернее, в течение, в рамках этого раунда почему бы Казахстану не либо присоединиться к заявлению стран-гарантов, либо сделать свое собственное заявление, как страны, которая послала туда свой миротворческий контингент, почему бы уже сейчас на этой площадке не заявить, какое-то заявление сделать с призывом найти решение этого ужасного конфликта, который может перерасти, как израильско-палестинского, который может перерасти в региональную войну, на самом деле взрывные волны, которые просто бесспорно заденут и Центральную Азию. Мы, конечно, не можем уже сидеть и молчать, сколько можно уже. Нет, мы должны активно, именно используя Астанинскую площадку, активно проявить свою позицию, высказаться именно в пользу мира. В общем, Андрей Евгеньевич, видите, нас заставляют теперь заниматься арабо-израильским конфликтом, и вы чувствуете такое давление, которое вот Ахмарал нас оказывает, постоянно бросая свой взгляд, укор. Так получилось, что я одна езжу в Сирию, на самом деле, последние годы, поэтому мне очень близка эта тема, и я переживаю, и я вижу, что в Сирии выиграть курдский вопрос. Курдский вопрос тоже очень быстро может быть решен. Как только решится вопрос вывода войск иностранных государств, США, Турции и того же, возможно, со временем Ирана, но Иран-то вошел по просьбе сирийского правительства. все равно нужно решать, сирийцы не готовы. Почему не готовы? Они не готовы? Они абсолютно готовы? Нет, под давлением сирийцев... Нет, и не под давлением, они абсолютно готовы, мне известно, мне абсолютно известна позиция сирийского государства. Да, курдский вопрос. Курды не готовы, потому что их постоянно используют американцы. Это другой вопрос. Нет, до этого использовал Советский Союз, Курдская рабочая партия, это вообще финансируется. Ну, а сейчас США используют. Я брала интервью, о, Господи, вылетело мне из головы, сейчас симпатичный такой молодой человек, он сам американец, он был первым каким-то официальным лицом американским, который был в правительстве Великобритании. И он говорил, да, мы знаем, что это бэдгайз, что курды бэдгайз, что они коммунисты, но на настоящий момент нам выгодно их использовать, и поэтому мы их используем. Кстати, между прочим, самое интересное, что курды, конечно, это бывшая коммунистическая партия, курдская рабочая партия, а родители Камала Харриса, которые действующие члены коммунистической партии США. То есть, вот мы когда смотрим на весь мир, иногда думаешь, боже мой, ну так все перепуталось, но Сирия, без решения курдского вопроса, Сирия не успокоится. Курды, это и турки, это неконтролируемые, из территории Турции, где и продолжаются вот эти стычки. Это и Ирак, который еще неизвестно, чем все это закончится. Это курды, они везде, потому что... Ну тогда давайте, раз вы как арабист, вы прекрасно знаете, в чем корень проблемы курдов. В том, что они хотят создать свое государство. Правильно? Кто им даст сейчас? В том-то и дело, в том-то и дело, но их амбиции, но их амбиции поддерживаются США, Израилем, той же Великобританией. Если бы не ту курды, никакие бы вот фактически, что сломало вот эти государственные дела? Это курды, это курдские воины, это прекрасные вот эти девушки там, снайперы эти. Ну и еще бомбардировки, конечно же. Бомбардировки, да, бомбардировки, да. Бомбардировки, да, это, конечно, страшная вещь. Они решили... Курды, может быть, на какой-то территории решили этот вопрос. Да, но курды на земле, на земле... На земле соглашусь. На земле это вот шахиды идущие. С помощью американских инструкторов. У меня есть друг. Шахиды, несущиеся на объекты, их убивали курдские снайперы. Да, при этом он чемпион во всевозможных противоборствах, и он работал инструктором. Именно Курдов тренировал, рассказывал мне сам лично, как это все происходило и как использовал ИГИЛ, химическое оружие против Курдов. Я постоянно получаю свежую информацию с сирийского поля. Я все время держу руку на пульсе. И даже, если посмотреть, буквально недавно те самые курдские силы, которые охраняют те же тюрьмы, в которых находятся бывшие ИГИЛовцы, которые охраняют те же лагеря для семей, вот этих самых террористов, которые находятся в тюрьмах, они выпустили две тысячи человек из этих тюрем. Зачем? И, разумеется, они сделали это не по собственной инициативе. Попросили американцев. Конечно. И что эти террористы, они что, вот прямо вот, что они будут делать на территории Сирии, Ирака, в Заифрате? Попробую угадать, они сейчас в Афганистане. В Заифрате. В Заифрате. Кстати, между прочим, курды, да? Кто-то вбрасывал, что воюют на стороне Израиля в Гази. Да. Кто-то такую информацию тоже вбрасывал. Но это совершенно абсурдно, мне кажется, да. Кстати, курды – великий воин арабский. Там все великие будут. Салахаддин, курд. Понимаете? И я к тому, что без решения курдского вопроса вот мира там не будет, никто не хочет решения курдского вопроса, все против. Иран, Турция, Сирия, все против. Ну, потому что тогда нужно их тезиторию. Именно отдавать Нет, тогда появится очень такое… То есть это невозможно. То есть вернуться к этому невозможно. Поэтому вот этот вопрос в Сирии болтается. Второй вопрос, который еще… Это вот, опять-таки, палестинцы. Хотят ли они собственное государство? Конечно, хотят. Конечно, хотят. На словах хотят, реально… Ну, давайте будем делить тоже, да? Политиков палестинцев… Политики не хотят. Политиков палестинцев. И палестинский народ. Нет, палестинский народ хочет. Не хотел этого, то я у меня… Не буду говорить, кто, как, что. У меня тоже есть источники на земле. И я хочу сказать, что они прекрасно понимают, что они являются инструментом в руках Хамас. Что Хамас использует палестинцев как живой щит. Но они готовы нести эти жертвы ради высшей идеи создания своего независимого государства. А другого пути нет. И раз уж мы так следуем всем, так сказать, политике ООН и движемся, так сказать, в фарватере ООН, мы тоже должны признавать, что есть резолюция ООН о создании двух государств. И раз это было… Эта резолюция была принята сколько лет назад, она должна выполняться. Но сколько можно так принижать ООН? Сколько можно видеть эту беспомощность ООН? В конце концов, если… Это, опять-таки, моё мнение личное, очень пассионарное, что если будет создано государство Палестина, независимое, то очень многие, очень многие проблемы и конфликты в этом мире решатся. Да, дело в том, что просто знаете тот ход переговора. норвежских переговоров вот с предпосредничеством Норвегии, когда был жив Ясер Арафат, понимаете, там, копаясь во всех этих документах, можно обнаружить такую вещь, когда… Ну, обо всём договорились. В самый последний момент всё срывалось. Почему? Арафат не хотел создания Палестинского государства, как я сейчас понимаю. Потому что у него была жена? Нет. Агент Моссад? Поэтому? Нет, нет, не только поэтому, потому что там настолько вот всё сложно переплетено, кто кого. Опять-таки, Хамас кто создавал? Это из израильских спецслужб создавали? Хамас, чтобы бедный вот этот Абумазин, это вот нынешний президент Палестины, тот, который, кстати… Потом Ясерафат, уходя, сказал, нет, ты вернись, потому что Абумазин, но ты тот, кто можешь, Махмуд Аббас, Абумазин, просто у него сын, у него Мазин, поэтому Абумазин. Поэтому, да, но… И это вообще, это вообще историческая личность, потому что против него все работали, и сам Ясерафат против него работал, и израильтяне против него работали, он до сих пор живёт, как живой укор всем на том, что вот я живу, моя позиция такая. Сейчас, там вот палестинские фронты, которые вот где-то, буквально несколько месяцев назад, они приехали в Москву, собрались, пришли там поговорить. Они в Катаре собирались? Да, в Катаре собирались. Вот они, да, собираются, но у них укажут там свой кошелёк и свои вообще в голове абсолютные идеи. Ну, кстати, в Катаре они объединились? Нет, формально нет. Когда-то они все палестинские движения сопротивления, это что такое, это все палестинские организации, там и народный фронт, демократический, народный фронт, генеральное командование, там Саеха и всё, там абсолютно разные, фронт за освобождение Палестин, они объединились в организации Союза Палестины, там, где Фатх был, самая ведущая организация, Яси Арафат. Да, создали, но там, кроме вот организации Союза Палестины, там же вот палестинское движение сопротивление, это вообще абсолютно есть ещё другие фронты, это вот просирийская, Саеха была, я не знаю, где она там, ещё другие, которые тоже получают финансирование, они тоже играют на этой территории. Мы всё слышим, Хамас, Хамас. Остальные там что делают? Ну, конечно. Они что, не участвуют в этих боевых действиях? Ну, то есть, Реке, вот опять-таки, я свою позицию выражаю. Полностью всё там запутано так, просто чтобы сидеть, понимаете, вот там, как сказать, вот что-то было, какая-то вышивка, да, потом всё это вспороли, сделали вот это, и мы должны сейчас прийти, посмотреть на это всё, и мы даже картину не можем увидеть, потому что надо всё это восстанавливать. Ну, наверное, и вот Андрей Евгеньевич, наверное, надо дать, как сказать, обещание, как я ошибутывал, года два, назад дал обещание, три, что напишу книжку о внешней политике. В конце концов, он меня заставил написать. Ну, да, обещание тоже, да, вопросом надо заниматься. Арабисты у нас есть, молодые арабисты есть, у нас люди есть с новым таким мышлением, у нас прекрасно, вот в экспертном сообществе есть молодые люди, которые вообще мыслят вообще неординарно. Вы успокоили. Нет, вы слышали, вы слышали их вот эти, как они копают проблемы, иногда просто... Есть эксперты, я соглашусь. жутко становятся, когда их слушаешь, потому что они все так раскопают, все вывалят, мы смотрим, думаю, какой ужас на самом деле. Эксперты по всем каким угодно, Европа, Китай, США, но вот именно такого уровня экспертов я в Ближнем Востоке, к сожалению, не вижу. Хочу сказать, что сейчас мы все-таки находимся реально в таком мире живем, который может быть... Ситуация такая в мире складывается раз, может быть, в столетие, в век. То есть сейчас идет трансформация прежних всех и международных отношений, и экономических формаций, и мы сейчас на пороге какого-то нового века. И, разумеется, в этих условиях никто ничего предсказать не может. Но, с одной стороны, история всегда циклична, и всегда, как вот вы сейчас нам прочитали лекцию про все эти фракции палестинские и попытки примирения. Это вы мне просто на мозоль надавили. Попытки примирения, да. Но в то же время, конечно, безусловно, нужно учитывать предыдущий опыт, но в то же время нельзя исключать, что могут быть приняты какие-то абсолютно непредсказуемые, неординарные решения. Ну, то есть, черный лебедь, мы, по-моему, уже стаями они прилетают, эти черные лебеди, в этот мир. Поэтому исключать прилет какого-то черного лебедя, который решит вопрос конфликта Израиля и Палестины и, соответственно, всего региона. Допустим, вы говорите, да, было так тогда, но сейчас, извините, не было такого, чтобы Иран и Саудовская Аравия садились за стол переговоров, как сотрудничали, как сейчас. Не было такого, чтобы два члена НАТО, свои корабельные группировки вводили в одно и то же море, защищая противников в этом конфликте. Столько было, то есть, вот эти сейчас ситуативные союзы, которые создаются, да, и мы видим всё это, каждый вроде пытается решить свои национальные интересы, а в то же время эти ситуативные союзы, вдруг в них появляется перспектива каких-то вообще уже долгоиграющих отношений, которые будут в дальнейшем возможно формировать новые какие-то союзы, я не знаю, какие-то организации и новую форму вообще международных отношений. Поэтому я бы не была столь категорична, но в этом меняющемся мире вы вспомнили Салахадина, великого воина, который завоевал Иерусалим. Но давайте не будем забывать, кто остановил крестовые походы на Ближний Восток. А это был султан Бейбарс, предок наш, тюрок, в реконструкции мавзолея которого Казахстан принял самое активное участие. Так давайте же и сейчас не будем забывать наследие наших тюрков, как раз династия мамлюков. Сколько лет она на Ближнем Востоке царствовала? Может быть, сейчас немножко как бы меньше значения придают именно потому, что там есть курды, которые возвеличивают фигуру Салахадина, безусловно, конечно же, выдающуюся, но давайте не будем позорить наших предков тюрков и, так сказать, имя Бейбарса. Давайте своё слово скажем в этом конфликте, в решении, вернее, в разрешении этого конфликта и присоединимся как раз-таки к нашим союзникам, наш союзник и партнёр стратегически Россия, наш стратегический партнёр Иран как страны-гаранты, ну, Турки, Турция тем более. Разумеется, мы, как страна, которая предоставляет площадку для этих переговоров, мы не можем, как вы правильно сказали, что-то диктовать или влиять, хотя попытка была, когда хотели отменить, да, но в этом случае, когда мы идём, попадаем как раз-таки в, абсолютно это будет согласовано, мне кажется, с нашей миротворческой повесткой для того, чтобы остановить. В этой ситуации я бы не списывал очень большой потенциал израильской дипломатии, потому что это традиции, это вот, да, потому что там одно дело, допустим, у руководства Израиля, это одно, там, политики, другое дело профессионалы. Люди, живущие в Израиле, просто я ездил несколько командировок и консультации, я посмотрел, люди живут, они хотят жить в мире, израильтяне хотят жить в мире. Я с вами абсолютно согласна, потому что у меня, у меня друг, он бывший архиепископ англиканской церкви Иерусалима, он сам араб, палестинец, гражданин Израиля, еще и священнослужитель, и мы постоянно с ним находимся на связи, и я вижу, как он курсирует вообще по всему миру и ведет, участвует в всевозможных переговорах по установлению мира Риа Алясаль, его зовут так, и, безусловно, мы не можем говорить, что Израиль, имея в виду только что, только Израиль во всем этом виноват, разумеется, там тоже есть, как вы, мы уже и сказали, что раскол в элитах и среди политиков в каждой стране есть. Кстати, понимаете, здесь надо еще, чтобы особенно не углубляться, вот это, не углубляться от проблем, есть израильтяне, но есть еще сионисты, это разные вещи, мало того, это тоже, кстати, это тоже надо понимать, потому что сами израильтяне хотят жить в мире, но есть сионисты, и, кстати, по-арабски, это вот это сионистское образование. Прозвучало как по-французски. Да, ну, наверное, я просто по-арабски говорил по-французски, и все это, понимаете, к сожалению, вот мы, не то, мы опять, Ахмурал, вы нас вытащили опять на Ближний Восток, хотя мы хотели говорить, значит, больше о Казахстане, но, наверное, пришло время все-таки заняться и Ближним Востоком, так что, Андрей Евгеньевич, давайте будем... Какой-нибудь конклюжен сделайте, пожалуйста, заключение нашей беседы. Будем углубляться в этом вопросе, тем более, как один из экспертов, с которым мы имели возможность, разговаривали, это самая, это известная арабистка, госпожа Звигельская, она так сказала, слушай, надо вообще-то вам тоже, говорит, напрягаться, есть же люди, давайте думайте. Увидев мою такую нейтральную реакцию, она сказала, не будешь помогать, мне, я тебе тоже не буду помогать. И когда вот этот жесткий разговор идет со стороны человека, который может опостреленно помочь... Это российский коллега важный. помочь мне в своей же докторской диссертации, поэтому я так как-то задумался и думаю, да, все-таки надо встречаться, мы вот с Андреем Евгеньевичем там встречались, передали большой привет госпоже Звигельской, она член-корреспондент, очень известный арабист, она была в свое время помощница господина Примакова. Он ее привел в арабистику, она... Так давайте пригласим ее тоже и других экспертов давайте приглашать. Куда? Сюда, к нам, в студию. Подождите, они же в Москве. Но можно все в онлайн, это уже отработано. А, в онлайн можно пригласить сюда, конечно. Да, ну ладно, хорошо, это уже, мы совсем ушли в эту Сирию, Палестину, это ужас, Потому что это горячая точка, хорошо. Нет, это хорошо, это горячая точка. всем уже все понятно. Да, ничего не понятно. Вот вы поспрашиваете экспертов, они говорят, все закончится там через сколько-то, я говорю, ну не может она закончиться. Не вопрос в том, когда это закончится, вопрос в том, как это закончится. Уже ясно, как... Каждое очередное предложение о переговорах и предложение Кремля, оно становится все жестче и жестче. Если бы Украина и Объединенный Запад хоть как-то прислушивались к этим предложениям, этого конфликта, во-первых, не было бы вообще, во-вторых, то есть российские войска не продвигались бы вглубь Украины. Такое ощущение, что они испытывают терпение с одной стороны, а с другой стороны просто хотят, чтобы Украина перестала существовать. Вы знаете, я очень циничную вещь скажу. В принципе, почему сейчас у нас войны везде разрастаются? А потому что экономика мировая падает и двигателей мировой экономики нету. Единственный двигатель это война. То есть надо много пушек, танков, самолетов, снарядов и тихо, спокойно и ВПК разных стран, и не только разных стран, даже и более мелких стран, все это активно развивается. Но опять-таки это было раньше. Сейчас вы посмотрите, что предлагает БРИКС, что предлагает ШОС, что предлагает сейчас в рамках ШОС и БРИКС Россия, Иран и Китай. Они же как раз-таки говорят о взаимном уважении, о взаимном уважении к суверенитету друг друга. Даже в БРИКС нет структуры, где кто-то был бы главный или кто-то там диктовал бы или что-то. Хорошо, а деньги, понимаете, деньги не пахнут. Помните, вот русская пословица, кому война, кому мать родная. Сейчас прекрасно на этих деньгах, вот из-за этих войн, да, зарабатывают колоссальные суммы. Но так было всегда. Колоссальные суммы. И они... Так было всегда. Как это прекратить? В этом же вопросе. А чтобы прекратить, вот как бы этих людей, которые вот имеют такое влияние, они же раскачивают постоянно при любой ситуации раскачивают лодку. Лишь бы не договорились, лишь бы продолжать. Деньги же текут. Андрей, вы как думаете, когда-нибудь может закончиться или нет? Вот давайте вернемся к одной стране, о которой мы часто говорим, но мы как бы вот эту повестку немножко обошли стороной. Это Казахстан-Запад, но прежде всего Казахстан-США. Вот сейчас от американских выборов зависит очень многое, какой будет расклад сил и вообще миропорядок в международной системе. Если, допустим, победит Дональд Трамп, что это значит? Ну, трудно сказать, как это повлияет однозначно на конфликт, вооруженный между Россией и Украиной, но, по крайней мере, это может привести к обострению отношений между США и Китаем. Мы помним, что Дональд Трамп начал торговую войну, еще будучи президентом, с Китаем. Да и вообще Россия и Китай обозначены стратегическими противниками США. И как это сейчас обернется в новых условиях, это сказать трудно. Если, допустим, останутся демократы, победит Камала Харрис на президентских выборах, опять же, непонятно, почему, потому что демократы вроде как с Китаем разговаривают, но одновременно его дразнят через Тайвань. Вот это действительно интересная позиция вот этих двойных стандартов, то есть Крым украинский, но Тайвань это Тайвань. И поэтому, конечно, им не нужен там уже теперь третий фронт, учитывая Украина, Россия и Израиль, Хамас, или Иран даже. И мы, конечно, с Китаем надо как-то будет урегулировать эту ситуацию, но американцы сделали все-таки большую ошибку, вот на мой взгляд, стратегическую, то, что они дразнят Китай. Более того, они вовлекли сюда еще Евросоюз, который это вот через господина Боррелли на всех площадках, то хочет отправить там европейский флот, непонятно, какие страны, в Тайваньский пролив зачем-то, то постоянно и Фон дер Ляйн, и Боррелли, не знаю, как следующий, кто придет на место их, по крайней мере, Боррелли. Они четко говорят, что у нас идет, скажем так, зависимость экономическая от Китая, надо что-то с этим делать, Китаю это может не понравиться, а если Китай откажется поставлять свои товары или сократит их там какое-то количество в Евросоюз, потеряем мы, как транзитное государство, которое сейчас продвигает наш вот этот проект транскаспийского маршрута, международного и даже если обострится отношение США с Китаем, как это отразится на нас, опять же, это вот проблема экспертно-аналитического обеспечения, то же самое я могу сказать про американистов, тоже по пальцам можно пересчитать, во втором, в основном это люди, которые занимаются такой вот академической преподавательской деятельностью и не любят выступать на каких-то медийных площадках, а мы что должны знать, вот я не считаю себя американистом, я могу, конечно, как политолог дать какую-то оценку каким-то ситуациям, но исходя из общеполитологических вещей, а все-таки американисты это человек, который погружен в ту среду, которая мне может четко на пальцах объяснить, что хотят демократы сделать с нашим миром и что хотят республиканцы сделать, чего я могу не понимать или не видеть, то же самое про арабистов я уже сказал, опять мы упираемся в то, что нужно серьезное экспертное аналитическое обсуждение, и пусть у нас не хватает американистов, арабистов, россияведов, что там говорить, но хотя бы надо собираться всем нам, кто что-то понимает в политике, тем более международной, и сквозь призму своих каких-то понятий, представлений сидеть, обсуждать. Вот я предлагаю Рустаму Салимовичу, раз мы уже подняли здесь ближневосточный вопрос, на той же нашей площадке в присутствии представителей МИД в Астане, в Алматы, провести такую вот ситуацию, Акмарал пригласим обязательно на эту площадку, чтобы мы обсудили действительно ближневосточный контекст, то есть как Казахстану быть в этой ситуации, если арабо-израильский конфликт станет израильско-иранским. Потом мы можем вторую площадку обсуждения эксперта на этой площадке провести, вот а что нас ждет в зависимости от результатов выборов США. Вот как раз у них в ноябре вот они провели выборы, мы уже видим победителя. Нет, на выборах президента победил кто? Можем сесть абсолютно. Нет, вообще-то, Андрей Юрьевич, а вы за кого проголосовали? За Трампа или за Камала Харрис? Ну, трудно сказать, не получая американским гражданинам, но учитывая, что все-таки есть какая-то преемственность, да, и есть здравый смысл, ну, может быть, стоит отдать голос за Трампа. Почему? Потому что он бизнесмен, он просчитывает какие-то риски. Демократы, которые, извиняюсь, довели, серьезно просчитались, ладно, не скажу, что довели, я скажу, серьезно просчитались. Во-первых, они ушли из Афганистана, причем как-то так очень странно, непонятно, спонтанно, без, по крайней мере, когда они уходили из Южного Вьетнама, Южный Вьетнам какое-то время еще продержался, да, вот в все время. Афганистан буквально пал там за какие-то там полгода, если не меньше. Так может быть, в этом была цель? Далее, как вот тоже, когда вышел, там все сам заупало. Американцы могли не допустить вооруженного конфликта между Россией и Украиной, но допустили. Понятно, есть там интерес, даже есть интерес семьи господина Байдена в украинских делах, там определенные, видимо, это тоже сработало. Но зачем дразнить в этой ситуации Китай, вообще непонятно. Зачем в этой ситуации дразнить Северную Корею, которая и своя ядерная бомба, тоже непонятно. Ладно, допустим, Северная Корея, Китай хорошо, там, здравый смысл преобладает, но Северная Корея это вообще страна, скажем так, черный чулок, да, для нас. Непонятно, что там может произойти, если одному человеку взбредил в голову северной Кореи очень хорошо работают. Ну, будем надеяться, что у них тоже есть здравый смысл, по крайней мере, нет какого-то желания воевать в США, может быть, там подразнить Сеул, есть желание, да, но не Вашингтон, да. Поэтому нам сейчас важно все-таки занять вот эту твердо свою позицию и продвигать свои интересы вот четко, а самое главное я уже как больше политолог ориентирован на внутреннюю политику хочу сказать, что вот у нас действительно уже и пандемия, которая, надеюсь, ушла, оканула в лету, и вот паводки этого года, да, показали, что права-то народная мудрость, где тонко, там и рвется. Нам надо заниматься, что называется, собой, наводить порядок во всех системе управления. Я в экономику не лезу, но я послушал вчера наших экономистов ведущих, которые дали понять, что у нас там очень все нехорошо и надо что-то с этим делать, а учитывая, что наша экономика зависит от внешних факторов, да, потому что, как говорит господин Петр Свойк, вывозная у нас экономика, а вывозим там мы не так много на самом деле, больше от импорта мы зависим. И, конечно, нам важно, чтобы у нас экономика была лучше, и самое главное, чтобы какие-то внешние вызовы не отражались на нас, а вызовов очень много, и мы здесь, если не можем ничего повлиять, по крайней мере, мы можем навести порядок у себя в доме. Я думаю, что на вот на этой ноте мы можем завершить нашу беседу, да, я надеюсь, что она не последняя, и она была очень такой экспрессивной, я очень, думаю, рада, и самое больше всего я рада, я думаю, и моя команда тоже, когда мы задумывали вот эти подкасты, мы как раз-таки хотели, чтобы на нашу площадку могли бы приходить все и обсуждать разные мнения. Цель, в общем-то, всех этих подкастов одна, мы хотим мира, мы хотим процветания, мы хотим дружбы между народами, мы хотим мира и процветания не только в своей стране, но во всем мире. Поэтому спасибо вам огромное, что придя сюда и выбрав именно вот эту нашу площадку для таких жарких дискуссий, вы все-таки уделили внимание, потратили свое время. спасибо вам огромное и всегда добро пожаловать. Спасибо вам тоже. Вам спасибо, что приняли. м м does